Доброе утро, ребята. Ярослав, Никита, привет. Как ваше настроение? Как дела? Приветствую. Настроение отличное. Ярослав, у тебя сегодня будет доклад про реконсайлер. Расскажи, во-первых, как у тебя настроение перед докладом? Да, ты знаешь, настроение отличное. Я так посмотрел, чем ты занимаешься в свободное время. Ты, кроме того, что проводишь у нас на докладе рассказывать про реконсайлер, ты занимаешься таким проектом, как React Figma. А можешь рассказать, как ты до него дошел? Да, ты знаешь, я тут внезапно понял, что мы занимаемся React Figma уже больше года. И на самом деле идея этого проекта принадлежала Илье Лесику. Он будет завтра рассказывать о том, как же его можно применять в реальной жизни и зачем вообще мы всем этим занимаемся. По своей работе я очень много взаимодействую с дизайном, и нам была интересна эта тема. И как раз так получилось, что в прошлом году в августе Figma зарелизила собственный плагин API, и мы решили попробовать запилить что-то свое. Для меня это было еще и каким-то первым опытом крупным с open-source. Поэтому как-то так. Отлично. А вот сейчас React Figma, ты будешь рекомендовать людям в продакшене уже пользоваться или пока еще она не готова к постоянному такому продакшену экспириенсу? Ты знаешь, мне кажется, что все-таки в продакшен тащить еще не стоит, но зависит от того, чем ты занимаешься и насколько велики риски. Попробовать можно всегда. У меня есть вопрос, касаемо твоего доклада, Ярослав. Вот скажи, я так понимаю, что для того, чтобы понять, как работает реконсайлер, тебе пришлось копнуть именно вглубь самого React и ReactDome. Я так понимаю, что это как раз таки было связано с React Figma проектом, правильно? Или как вообще так получилось? Да, ты знаешь, на самом деле копаться в ReactDome получилось уже чуть после Figma, потому что сначала мы пытались просто понять, как построить собственный реконсайлер и вообще как научить что-то рисовать из React Figma. И ReactDome как раз таки явился таким примером каноничным, как посмотреть, как это делается. Но копаться я уже начал, когда готовился больше к докладу, чтобы структурировать все эти знания и рассказать об этом. Отлично. Тогда еще один вытекающий вопрос. Как по твоему мнению, вот текущему разработчику, который уже там адвансит, хорошо в ReactDome разбирается, нужно ли ему знать реконсайлер и лезть, разбираться с этим всем? Или ему достаточно понимать основные паттерны работы там с хуками, с компонентами? Ты знаешь, это зависит от того, насколько ты любишь упороться и посмотреть, что происходит внутри. Для меня это было интересным опытом прежде всего понять, как работает ReactDome под капотом. Я думаю, что это на самом деле не совсем обязательное знание, которое нужно всем, но оно явно будет полезным. Отлично. Спасибо тебе за твои ответы. Никит, у тебя остались еще какие-нибудь вопросы, может быть, к Ярославу? А я бы предложил начинать с мякотки и пойти к докладу. Отличная идея. Удачи, Ярослав, в докладе. Спасибо. Ну что, давайте начнем. Как уже сказали, меня зовут Ярослав. Я работаю в агентстве Redis, как и многие из нас, занимаюсь фронтендом. И вы можете найти меня в интернете по моему нику практически везде, где вам захочется. Если в ходе доклада или после, когда вы будете смотреть, например, запись, у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне. Кроме этого, как уже сказали, я занимаюсь контрибьючив в проект React Figma. И по своей сути React Figma — это рендерер из React Figma компоненты. И все, что я сегодня буду рассказывать, это как раз-таки какой-то такой суровый опыт, который мы собирали буквально по кусочкам. Кроме всего прочего, у нас на GitHub осталось совсем чуть-чуть до тысячи звездочек. И я знаю, что вы можете нам помочь, поэтому переходите и ставьте звездочки. О чем же мы сегодня поговорим? Я думаю, что я никого не удивлю уже тем, если скажу, что React вышел далеко за пределы веба. И его можно найти сегодня практически везде, начиная от приложений на мобильных устройствах и заканчивая тем, что им генерят какие-то файлы. И я бы хотел рассказать чуть подробнее о том, как это возможно. Для этого сначала нам нужно будет посмотреть, что такое React Reconciler и какую роль он играет в построении собственных отрисовщиков. И чтобы не отходить от чего-то привычного, мы с вами посмотрим, как построить собственный рендерер на примере отрисовки React в дом. Таким образом, мы убьем с вами сразу двух зайцев. Мы научимся строить собственный рендерер и прикоснемся к тому привычному, чем мы занимаемся каждый день. Но, как мы уже говорили, React ограничен не только вебом, поэтому я бы очень хотел показать вам, как заставить его рисоваться куда-то еще. И в качестве этой среды я выбрал привычную мне фигму. И нам нужно будет посмотреть некоторые базовые приемы работы с фигмой и ее API. И после этого мы с вами заадаптивим наш рендерер для того, чтобы он отрисовывал наши компоненты фигму. Ну и подведем некоторые итоги. Что ж, я думаю, можно начинать и перейти к первой секции, а именно React Rekoncilator. Любое наше приложение в вебе всегда содержит два следующих импорта. Это React и React DOM. И вы могли долгое время писать даже самые сложные React-приложения и вообще не задумываться о том, зачем нам нужно два пакета. На самом деле ответ достаточно прост. Из пакета React мы тащим какую-то общую логику для любого React-приложения, то есть описываем его. Оттуда мы берем хуки или, например, какие-то компоненты, когда у нас они были классовыми. Также оттуда вытаскивается что-то для транспиляции JSX и так далее. Но когда приходит время отрисовать наше приложение на экран, то мы берем React DOM. И это как раз-таки отрисовщик, который отрисует наше приложение на экран. И такое гибкое разделение позволяет нам рисоваться, куда мы только можем себе представить. Любой отрисовщик, в том числе React DOM, представляет собой экземпляр реконсилятора, который сконфигурирован специальным образом для работы в среде. По сути, мы берем пакет React Reconciler с NPM, который поддерживается командой React и физически в монорепозитории React. И описываем для него специальный хост конфиг. Хост конфиг, по сути, это обычный JavaScript объект с определенным набором методов, которые как раз-таки специфичны для среды, куда мы рисуемся. И хост конфиг описывает, как нам доставить изменения в нашу среду, с которой мы работаем. Например, создать узел или удалить. По сути, создать свой рендер – это значит описать хост. Немножко резюмируем. Реконсилятор является сам по себе UI-агностик. Он не знает ничего про то, куда мы будем отрисовываться и вообще будем ли мы отрисовываться. Его задача – работать с деревьями, с какими-то древовидными представлениями, и эффективно находить изменения в них. И после того, как он это сделает, он передает найденные изменения нашему отрисовщику. Деление на отрисовщик и реконсилятор достаточно условное, но я буду придерживаться его. И после того, как он нашел эти изменения, в игру вступает наш рендерер, который как раз-таки уже UI-dependent. И я бы даже правильнее сказал, что он является хост-dependent. Среда, в которой мы рисуемся, называется хост-энвиромент. А компоненты, которые мы отрисовываем, хост-компонентами. И как раз-таки рендерер оперирует именно ими. И его основная задача – это атомарное применение изменений в конкретной среде, которую мы выбрали. Это такая небольшая вводная информация по реконсилятору. И теперь мы с вами перейдем уже непосредственно к конкретному примеру. В нашем приложении всегда есть вызов react-dom.render. И это своеобразная точка входа для нашего приложения. Давайте попробуем представить, как она выглядит внутри. Внутри обязательно будет импорт пакета react-reconciler. И какая-то функция, которая принимает минимум два параметра. Это что мы рисуем и куда рисуем. После этого нам нужно будет создать экземпляр реконсилятора, передав ему наш хост-конфиг. Пока на экране мы видим, что наш хост-конфиг пустой. Но это временно, поскольку мы сейчас с вами вместе его будем достраивать и разбираться, что же реконсилятор ожидает там увидеть. После этого мы создаем некоторый контейнер, который связывает нашу физическую ноду, куда мы рисуемся, например, div-контейнер, с рутовой файбер-нодой. И мы запускаем обновление контейнера. Тем самым у нас стартует процесс первоначальной отрисовки и последующих изменений. У реконсилятора есть несколько режимов работы. И выбор режима работы зависит от особенностей среды, в которой вы рисуетесь. Например, если ваша среда поддерживает мутацию существующих нод, то, скорее всего, вам подойдет режим мутации. Для этого нужно будет в хост-конфиге указать supports mutation true. И тогда наш реконсилятор будет оперировать методами типа append child, insert before или commit update, примени изменения. И в таком режиме работает большая часть существующих отрисовщиков. Тот же React DOM или React Figma, о котором мы слышали, или старый React Native. Если вы не знаете, в каком режиме должен работать ваш отрисовщик, попробуйте начать с режима мутации. Но в противовес этому существуют среды, в которых деревья являются иммутабельными. И тогда наш отрисовщик должен работать в режиме persistence. В таком случае он не мутирует существующие ноды, а заменяет детей, клонирует дерево и потом заменяет детей. В таком режиме обычно сейчас работает React Native на новом движке Fabric. Кажется, они сделали это, потому что это улучшило перформанс и позволило гонять меньше информации через бридж. Или если вы захотите отрисовываться в Canvas или в консоль, скорее всего вам тоже понадобится режим мутации. И режимы как раз таки определяют наборы методов, которые нам нужно определить в нашем хост конфиге. Мы с вами будем тоже работать в режиме мутации. Кроме этого, стоит упомянуть, что все методы реконсилятора вызываются в две фазы. Первая фаза работы — это так называемая рендер-фаза. Ее задача — сформировать дерево, но здесь стоит оговориться, что дерево формируется где-то в памяти таким образом, чтобы пользователь не видел каких-либо реальных изменений или сайд-эффектов. Потому что рендер-фазой React управляет целиком и полностью, и он может делать какую-то избыточную работу, прерывать ее и так далее. И часть вещей, которые вы здесь создадите, они могут так и остаться неиспользованными, а потом собраться garbage-коллектором. После того, как это дерево построено, реконсилятор переходит в фазу коммита, где синхронно и атомарно вносит изменения в наше представление. В случае браузера он коммитит это в дом, после чего происходит layout и repaint. Мы с вами будем разбирать все на реальном примере, поэтому я сформулирую сейчас четкую задачу. Мы будем отрисовывать React в дом представления и поддерживать всего три вида компонентов — это div, p и image, но нам этого хватит. И для них у нас будут поддерживаться атрибуты className, onClick и SRC, так называемые props. Все методы реконсилятора я разделил на несколько групп, и мы начнем с первой группы, с первоначальной отрисовки. Для того, чтобы нам было легче понимать, как это все работает, зафиксируемся на конкретном примере. Возьмем следующий простой компонент. Это обычный контейнер, в который вложена картинка и некоторый текст. И она отрисовывается как-то справа, как кружочек с какой-то надписью. Но что здесь примечательно? Я хочу заметить, что div, image, ip на самом деле являются так называемыми хост-компонентами, которыми будет оперировать наш рендерер. То есть задача нашего рендера — сопоставить эти хост-компоненты с конкретным компонентом в среде. Например, div с html.div.element. И то, что в React доме они совпадают с названиями html-тегов, сделано не более чем для нашего удобства, чтобы мы не задумывались о том, что мы работаем с какими-то виртуальными деревьями. Но это вовсе не обязательно. И вы можете называть ваши хост-компоненты, как вам захочется. Главное, чтобы они были названы в нижнем регистре. Если посмотреть на то, как это дерево будет видеть наш реконсилятор, то, в общем-то, ничего необычного. Будет наш рутовый контейнер, к которому монтируется все приложение. И я попрошу обратить внимание на то, что текст для реконсилятора в параграфе представляется отдельной нодой. Я заготовил некоторый проект для лайфкодинга. Сейчас я покажу основную его структуру. На каждую группу методов у меня заготовлены специальные примеры, о которых я говорю. Например, initial render example в точности совпадает с тем, что я сейчас показывал на слайде. И у нас есть функция render, о которой мы тоже с вами уже говорили. Она принимает два параметра и выглядит так же, как на слайде. Хост-конфиг. Мы будем достраивать с вами по ходу разбора того, что делают эти методы. Но часть из этих методов я уже заимплементил заглушками, поскольку мы упомянем, что они делают, но описывать нам их не обязательно. Что ж, перейдем к разбору. Когда наш реконсилятор начнет впервые рисовать дерево, то сначала будет вызван метод getRootHostContext из хост-конфига. Его задача — помочь нам передавать некоторую информацию, так называемый контекст, между вызовами методов. Сам по себе хост-контекст, который мы можем видеть в сигнатуре на слайде, это обычный JavaScript-объект. Главное, чтобы он что-то значил для вашего отрисовщика. Сразу оговорюсь, что здесь важно понимать, что этот контекст не имеет ничего общего с реактовым контекстом, который мы привыкли использовать, например, для передачи props вниз. Мы с вами оставим этот метод заглушкой, но React.dom использует контекст, чтобы понимать, внутри какого дерева он сейчас находится. Например, отрисовывает ли он HTML-дерево или рисует какую-то SVG. Тем самым он вычисляет namespace URI для контейнера. После того, как родительский контекст разрешен, мы переходим к обработке детей. И на детях начинает вызываться метод getChildHostContext. Он аналогичен по своей задаче предыдущему методу, только вызывается для того, чтобы передавать контекст от родителя к детям. React.dom здесь просто передает контекст сверху вниз, но если он понимает, что начинается в какой-то момент отрисовка SVG-дерева, то он меняет этот контекст. Это нужно для того, чтобы потом, в момент, когда мы создаем ноды, понимать, какой метод вызывать. Если нам нужно создавать дом-ноду, то вызывается document.createElement, а если нам нужно создавать SVG-ноду, то document.createElementNamespace. Этот метод мы тоже оставим пустым, поскольку контекст нам не нужен. После этого на ребенке вызывается метод shootSetTextContent. И он является своеобразной проверкой и говорит, как реконсилятор должен работать с вложенным содержимым нашей ноды, а точнее, нужно ли обрабатывать это как текст или как отдельное поддерево. В общем случае, это зависит от особенностей среды и даже текстового типа элемента. Поясню, о чем речь. Например, если мы в доме хотим создать параграф с каким-то текстом, как мы видели на слайде, то что нам нужно сделать? Нам сначала нужно создать этот параграф через createElement, потом создать текст через createTextNode, и после этого скомпозировать это в маленькое поддерево. Таким образом, мы текстовое содержимое должны интерпретировать как отдельную ноду. И в таком случае наш метод должен вернуть false. Но бывают и другие случаи. Например, есть элементы, на которых текстовое содержимое задается не отдельными нодами, а просто каким-то свойством. Как это происходит с текстерией? Если мы хотим задать какое-то значение для нее, то нам нужно просто создать текстерию через createElement и потом задать у нее текстовый value. Также другим примером, когда мы должны обрабатывать все содержимое как текст, это dangerously set in HTML. Если он задан на некотором компоненте, то все содержимое мы просто должны игнорировать, поскольку мы должны перезаписать это в момент обработки. И сейчас мы с вами заимплементим этот метод. Раскомментим. И что он должен сделать? Он должен вернуть boolean. В React доме там существует некоторая проверка по типу компонентов, как я уже говорил. Например, если это текстерия, или также там есть еще общины, селекты и какие-то прочие проверки, но содержательная, я думаю, суть понятна. Либо на элементе задан innerHTML, то мы должны вернуть true. Проверяем, что это объект, и что это не null, и что оно имеет свойство HTML. Эта проверка выглядит как-то так. После того, как эти проверки выполнены, реконсилятор продолжает спускаться по нашему дереву компонентов вниз и вызывает на всех нодах, которые он встречает, аналогичные методы getChildHostContext и shootSetTextContent. И как только он упирается в лист, в первый не созданный лист, он пытается вызвать метод, который должен его создать. В данном случае этот метод называется createInstance. И на вход он принимает тип нашего хост-компонента, то есть div, img, p или любое другое значение текстовое, которое вы определили для вашего рендера. И он должен создать какое-то представление и вернуть instance. Также здесь можно навесить первоначальные пропсы. Как раз-таки здесь React DOM будет вызывать createElement. Стоит заметить, что этот метод все еще выполняется на фазе рендера, поэтому во время его выполнения не должно происходить каких-либо сайд-эффектов, которые заметны пользователю. Из рода здесь не должно навешиваться каких-то обработчиков, кликов на существующий элемент или что-то рисоваться на экран. И если говорить о том, как он выглядит в коде, то достаточно просто. Мы помним, что у нас рендер немножко ленивый, поэтому он обрабатывает только три пропса. Сначала создается нода, и у нас есть метод в доме createElement, который как раз-таки по хост-компоненту, который сюда прилетел, создаст нам нужный элемент. И мы вернем его. Здесь можно возвращать любой объект, вообще любую информацию, главное, чтобы она была не null, и она должна просто иметь какое-то значение, опять же, для вашего рендера, с которым потом он будет работать. Мы создали этот элемент, и теперь мы должны навесить пропсы как-то так. Если у нас задано className, то мы делаем className из пропсов. Если у нас элемент — это картинка, из imageElement — это typeguard, который я написал в качестве хелкера, просто чтобы не навешивать каких-то лишних пропсов на элементы, которым они не нужны. Тогда мы присваиваем source. И если у нас задан обработчик клика, это последний проб, который мы поддерживаем, то мы на ноду должны навесить eventListener. Сейчас мы с вами создали ноду, она находится все еще где-то в памяти, и на экране ее нет. И реконсайлер продолжает обработку нашего дерева. Когда у некоторой ноды созданы все дети, а у листа детей нет по определению, то вызывается метод finalizing initial children. И его задача — совершить какие-то дополнительные действия после создания узла, но только с поправкой на то, что все дети уже созданы. Это может быть как-то полезно. И он должен вернуть boolean. Этот boolean позволяет сказать реконсилятору о том, что нам нужно вернуться к обработке этого элемента еще раз после того, как он будет закомичен на экран. И в случае с ReactDOM здесь он вернет труд, когда нужно сфокусироваться на элементе. То есть он нарисовался на экран, и после этого нам нужно будет вызвать элемент .focus. Мы оставим это тоже заглушкой. После того, как левое поддерево обработано, переходим к обработке правого поддерева, аналогично разрешаем контекст и вызываем проверку, и спускаемся ниже. Здесь мы видим лист, но лист другого типа, текстового. И для обработки текстовых листьев реконсилятор требует в нашем хост-конфиге метод createTextInstance. Ему на вход прилетает текст, а на выходе он должен вернуть некоторый экземпляр текстовой ноды. В случае с DOM и ReactDOM происходит что-то следующее. Мы делаем document createTextNode с нашим текстом. И после того, как созданы все дети, у параграфа ребенок только один, создается сам родитель через метод createInstance. И после того, как создан родитель и созданы все его дети, дети начинают собираться, элементы начинают собираться в маленькое поддерево, и на каждом из детей вызывается метод appendInitialChild. Он принимает на вход родителей и ребенка и должен добавить вершину этому родителю. Этот метод также вызывается на render фазе, то есть ничего еще не появляется на экране. И в случае с DOM API нам достаточно на родителей вызвать просто метод appendChild с ребенком. После этого у нас опять вызывается finalizeInitialChildren, поскольку мы обработали всех детей, и продолжаем рекурсивно разматываться по дереву вверх. Создаем также родители, то есть div, цепляем к нему всех детей и финализируем их. И все это время мы с вами находились в render фазе, то есть на экране еще ничего нет, все собралось только в памяти. И наш реконселятор закончил собирать это дерево, и он готов перейти к фазе коммита. Это значит, что сейчас мы будем атомарно доставлять наши изменения уже непосредственно на экран и отрисовывать их. Бывают случаи, когда нам нужно как-то подготовиться к этой render фазе, и для этого есть метод prepareForCommit. В случае с React DOM здесь он временно отключит систему своих событий, сохранит всякие выделения и фокусы, поскольку они могут сброситься после внесения изменений, и перейдет к фазе коммита. Фаза коммита при первоначальной отрисовке представляет собой вызовы методов appendChildToContainer. И он аналогичен содержательному методу appendInitialChild, только лишь с той разницей, что, во-первых, он вызывается на контейнере, и бывают среды, в которые вы отрисовываетесь, где логика добавления ребенка в контейнер и просто добавления ребенка отличается. И, во-вторых, после этого метода будет появляться результат на экране. В коде он выглядит в точности так же, как и предыдущий наш метод. Мы берем контейнер и делаем appendChild. И после того, как мы закоммитили все изменения, у нас есть возможность как-то восстановиться после коммита, то есть сделать resetAfterCommit, например, включить систему событий, которые мы отключили на предыдущем шаге, вернуть фокусы, выборы и прочее. И наше дерево нарисовано на экране, сейчас пользователь как бы что-то уже видит, ну не что-то, а наше приложение. Но мы помним, что у нас была необходимость вернуться к некоторым элементам после того, как они нарисованы на экране. И на всех элементах, которые в функции finalizeInitialChildren вернули true, реконсилятор вернется и вызовет для них метод commitMount, как раз таки который существует для того, чтобы совершить какую-то дополнительную обработку узлов после отрисовки. Мы с вами сейчас можем посмотреть, что наше приложение, которое мы делали, оно отрисовывается на экране и как раз таки навешиваются все пропсы, которые мы указали. При первоначальной отрисовке происходило достаточно много всего, поэтому мы с вами сделаем, резюмируем еще раз то, о чем мы говорили. Как обрабатывается дерево. Сначала мы спускаемся вниз по дереву и вычисляем контексты, передаем их от вызова к вызову и выполняем проверки shoot set text content, чтобы вообще понимать, стоит ли идти вниз или это уже лист. Когда мы дошли до листа, мы вызываем методы create instance или create text instance, чтобы создать их. И когда созданы все дети некоторого родителя, создается сам родитель. После этого дети присоединяются к этому родителю и под дерево финализируется. Мы продолжаем разматываться рекурсивно вверх. И когда все дерево построено в памяти, мы готовы перейти к фазе коммита. Делаем prepare for commit, после этого коммитим наши изменения методами append child to container, сбрасываемся и можем применить еще какие-то изменения, обработать как-то элементы при помощи commit mount. Все это очень завораживающе и весело, но немного непонятно, зачем нам писать свой рендерер и вообще зачем нам использовать React, если мы не умеем обрабатывать изменения. Следующая группа методов, о которых мы поговорим, это отрисовка изменений. И я поделил их еще на подгруппы, поэтому первая подгруппа будет изменение props. У нас будет следующий пример, на котором мы будем это разбирать. Есть некоторый div, в котором рисуются три компонента item. Каждый из этих компонентов в свою очередь рендерит одну лишь картинку. Но что стоит заметить, что в каждом из этих айтемов есть свой state и он изменился только в крайне правом компоненте, тот, который выделен красным. Сейчас мы с вами посмотрим в коде, как он выглядит. Я переключаю пример на prop change example. И это в точности то, что мы сейчас видели на экране. div, три айтема. Здесь есть state, который влияет на то, чтобы картинка становилась черно-белой. И есть еще мемоизированный callback. И здесь я сделал это просто для того, чтобы нам думать только о том, чтобы поменялся prop class name для упрощения своей жизни. Переходим к рассмотрению. Что же будет делать наш реконсилятор с деревом в случае изменений? Сначала он дойдет до корня изменившегося под дерево, поскольку нам все еще нужен контекст. и он разрешит его, вызывая попутно методы getChildHostContext. И после того, как он дойдет до туда, на каждой ноде изменившегося под дерево будет вызываться метод prepareUpdate. Его задача проверить, есть ли изменения, найти их и сказать вообще, какие произошли изменения, есть ли они. Мы привыкли думать о том, что реконсилятор ищет изменения, но это не совсем так. Реконсилятор может намекнуть нашему рендеру в данном случае о том, что здесь могло что-то поменяться, но когда речь заходит о какой-то конкретной ноде и изменении пропсов на ней, то эта работа возлагается целиком на наш рендерер. Здесь мы должны вычислить апдейт и произвести какие-то вычисления, если они есть, тяжелые, потому что этот метод выполняется на фазе рендера, а там мы можем себе это позволить. React.dom здесь в качестве апдейта payloadа вычислит диф между старыми и новыми пропсами и вернет список изменившихся пропсов. Но мы с вами чуть более ленивые, поэтому у нас prepareUpdate будет возвращать просто новые пропсы. Здесь на самом деле мы можем вернуть опять же любой объект, который нам будет иметь какое-то значение в будущем и мы будем называть его update payload. После того, как на всех элементах этого поддерева изменения вычислены, мы переходим к фазе коммита, делаем prepare for commit и переходим к коммиту. На стадии коммита на каждом изменившемся элементе, который вернул хоть какой-то payload, вызывается метод commitUpdate. И его задача уже внести эти изменения на экран, то есть сопоставить изменившиеся пропсы с свойствами этого элемента. И здесь мы должны это делать как можно быстрее, потому что каждый commitUpdate влечет за собой перерисовку на экране, внесение каких-то изменений на экран. Если мы будем делать это долго, то пользователь может видеть какой-то неконсистентный UI. Что для этого нужно заимприментить в нашем хост-конфиге. Нам по-хорошему бы здесь обрабатывать все пропсы, но мы будем обрабатывать только className. Мы возьмем наш элемент, который приходит сюда. Затем мы возьмем наш пейлот, который мы вычислили на предыдущем шаге и просто посмотрим, есть ли там className. Если его нет, то это значит, что его нужно убрать. И после этого мы делаем стандартный сброс после коммита. Сейчас мы с вами посмотрим, что все работает. У нас есть то приложение, которое мы видели, и мы кликаем на лица, чтобы увидеть, что класс навешивается и класс убирается. Это значит, что наш отрисовщик сейчас корректно обрабатывает изменения с пропсами. Но помимо этого у нас бывают структурные изменения в нашем дереве. Например, вставка узлов. Когда у нас, во-первых, реконсилятор выделяет два вида вставки. Первый из которых это вставка в конец. Мы можем видеть на картинке, как раз-таки новая нода заштрихована помбиками. Что происходит? На фазе рендера все под дерево, которое у нас должно вставиться, обрабатывается по тому же принципу, как это было с первоначальной отрисовкой. То есть создаются честно create instance, для них создаются дети, собираются в под дерево. И когда это под дерево в памяти готово, то реконсилятор переходит в фазу коммита, и для этого под дерево вызывает append child. Метод append child должен добавить ребенка в конец списка детей. И в нашем хост конфиге он будет выглядеть следующим образом. Ничего нового, на самом деле, просто append child. Но есть второй вид вставки, о которой я говорил, это так называемая вставка в середину. Благодаря тому, что реконсилятор для увеличения эффективности различает, куда произошла вставка, и он умеет делать это между элементами, то есть отдельный метод insert before, чья задача по месту, куда нужно вставлять, по before child, вставить этот элемент между двумя какими-то уже существующими. И еще примечание, что этот метод на самом деле используется не только для вставки, но и для переупорядочивания нод. Если какие-то две ноды уже существуют, и они просто поменялись местами, реконсилятор это понял, он также вызовет метод insert before. И поскольку у нас еще есть контейнер, в котором все может происходить то же самое, но логика с ним может отличаться, у нас есть аналогичный метод, который называется insert in container before. И в случае с домом этот метод выглядит вот так. Это current instance, и на нем есть метод insert before, который как раз-таки принимает нового ребенка и место для вставки. То есть, в принципе, рисоваться в дом выходят методы по одной строчке. И то же самое для контейнера. Контейнер insert before child и before child. И мы можем с вами теперь посмотреть, что на самом деле нам нужно раскоммитить наш другой пример вставки. И мы можем посмотреть, что вставка теперь работает. Я сделал две кнопочки, каждая из которых вставляет либо в конец, и мы видим, что у нас появляется в конце новый элемент, либо в начало. что говорит нам о том, что методы для вставки мы заимплементили тоже правильно, они работают. Следующий вид структурных изменений, которые могут происходить, это удаление узлов. И с удалением узлов все просто. Реконсилятор ничего не делает с вашими нодами на рендер-фазе, а на фазе коммита просто для родителя под дерево, которое больше не существует, или для той ноды, которая больше не существует, вызовет метод removeChild, который по родителю и самому ребенку должен как-то удалить его. Ну и аналогичный метод существует для удаления из контейнера. Раскомментим сразу наш пример для ударения и напишем эти методы. Для того, чтобы удалить ребенка из дом-дерева, есть метод removeChild, который принимает просто ребенка, которого мы удаляем. и в контейнере то же самое. Да. И мы можем увидеть, что у нас это должно работать. Есть также наши элементы, и они просто удаляются, некоторый массив. Вот. И у нас с вами остался последний вид изменений, поскольку наш реконсилятор, наш рендерер поддерживает отдельные текстовые листья, то нам нужно научить реконсилятор как-то обновлять эти текстовые листья. И если в ходе работы вашего приложения случилось такое изменение, например, у параграфа поменялся текстум 3, то на этой текстовой ноде вызывается метод commitTextUpdate. Он принимает textInstance и старый новый текст и должен нанести это в наше представление, закоммитить его. Для того, чтобы сделать это в доме, достаточно вызвать textInstance nodeValue newText и раскоммитить пример с textUpdate. Пример заключается просто в том, что есть какой-то счетчик, который по клику инкременитится. Мы видим, что цифры увеличиваются. И таким образом на самом деле мы с вами разобрали большую часть методов, которые мы можем заимплементить для нашего рендера и сейчас наш отрисовщик умеет в принципе рисовать рабочее приложение, но понятное дело, что мы поговорили не обо всем. И рассказывать обо всем будет достаточно долго, поэтому я просто упомяну, что же еще осталось. Мы не посмотрели методы, которые можно заимплементить в хост-конфиге для поддержки гидрации. Мы с вами привыкли видеть гидрацию в вебе, но на самом деле реконсилятор позволяет заимплементить ее для любой среды. Также мы не поговорили о том, какие методы имплементить в персистанс режиме. И еще мы не поговорили с вами о поддержке тестовых селекторов. Все это можно посмотреть по ссылочке. Все ссылки, код и слайды будут в конце в материалах. В пакете React Reconciler есть в принципе примеры всего этого. Мы с вами закончили с React домом, и теперь перейдем к фигме. И для того, чтобы нам научиться рисовать фигму, мы попробуем немножко разобраться о том, что это такое и как она работает. Если кто-то вдруг не слышал, то фигма это векторный редактор, он стремительно развивается за последние несколько лет, и для нас, как для разработчиков, он очень стал интересен с 2019 года, поскольку мы можем писать плагины. Плагин для фигмы это обычный JavaScript файл, а это значит, что нам доступна привычная нам экосистема в виде бандлеров, библиотек и прочего, ну почти, поскольку там есть некоторые ограничения. И кроме всего прочего, приятным бонусом будет то, что фигма поддерживает, поставляет официальные тайпинги на TypeScript. Немного общей информации о том, как выполняется наш плагин в фигме. У нас есть сэндбокс, в котором выполняется основной код нашего плагина, и из сэндбокса ваш плагин имеет доступ к документу, ко всем слоям, которые создал пользователь. Он может управлять выделением и всему прочему, но он абсолютно не имеет никакого доступа к сети и прочему. Но в свою очередь плагин может иметь некоторый UI, который выполняется в отдельном iFrame. И в этом iFrame мы уже имеем доступ к браузерному API, в том числе к тому, чтобы делать сетевые запросы. И они взаимодействуют при помощи PostMessage. Мы с вами сегодня будем работать только в сэндбоксе, но я думаю, это будет просто полезно знать. И про фигму API можно говорить достаточно долго, но я думаю, что лучше я просто покажу какие-то основные методы, которые нам понадобятся. И если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете посмотреть это в документации. Так. Возьмем фигму. И у фигмы есть консоль, в которой мы можем экспериментировать. Эта консоль является в точности той, которую мы привыкли видеть в хроме. фигмы. Чтобы получить доступ к отнефигмы, фигма дает нам глобальный объект фигма, на котором есть большое количество методов, с которыми мы будем работать. Чтобы создать какой-то элемент на экране, например, прямоугольник, на объекте фигма есть методы с префиксом create, например, create rectangle. Здесь сразу обращу внимание, что все не так хорошо, и в отличие от дома элемент создается сразу на экране. Это значит, что при создании мы будем порождать какие-то сайд-эффекты. У элементов каждый элемент имеет собственный тип, например, прямоугольник имеет тип rectangle node, и имплементит какие-то специфичные для него вещи, например, ширину, высоту и прочее. Нам может понадобиться изменять эти элементы в размере, и для этого на элементах есть метод resize, который принимает новую геометрию. Мы видим, что квадрат стал прямоугольником, и если мы хотим посмотреть существующие какие-то свойства, мы можем посмотреть, например, rectangle.vits. Также нам может хотеться перекрашивать наши примитивы в какие-то цвета, и для этого у нас есть свойство fields, но в figme оно хранится достаточно хитро. Заливки в figme хранятся как массив этих самых заливок с некоторым типом, например, градиент или сплошная заливка, а цвет нормируется от нуля до единицы. На самом деле на это особо не стоит обращать внимание, нам это не так важно, но просто для какой-то общей информации. И наш прямоугольник перекрасился. Также нам может понадобиться двигать прямоугольники по экрану, и для этого мы можем просто менять x и y подвинулся. Также прямоугольниками все не ограничивается, есть, например, ellipse. Мы помним, что наш реконселятор оперирует, и вообще React оперирует деревьями, поэтому нам хотелось бы узнать, что же в figme с деревьями. Figma поддерживает древовидные структуры, для этого есть элементы специального типа, и один из них это frame. Frame это, по сути, некоторый контейнер прямоугольный, который может вмещать в себя элементы. Мы его сразу ресайзнем под больший размер, поскольку размеры фрейма в figme не определяются содержимым. И мы можем добавлять детей. Чтобы добавить фрейм у ребенка, есть метод append child. мы добавим туда еще наш кружок. Мы можем посмотреть список детей через свойства children. Мы видим, что там сейчас лежит rectangle, node и ellipse. И мы помним, что у реконсилятора, когда мы писали наш хост-конфиг, был еще метод, который позволял вставлять что-то в середину, а не в конец. И фигма тоже это умеет. попробуем создать какой-нибудь элемент типа звездочки. Мы его сейчас не видим, потому что он перекрылся, он попал под существующий слой. И для этого есть метод insert child, который вместо ребенка, как в доме, принимает индекс, куда нужно вставлять. И наша звезда вставилась, но она все еще ниже, чем существующие элементы. И мы можем это увидеть еще и в массиве детей, что звездочка стала первой. И когда нам все надоело и мы хотим что-то удалить, то мы просто на ребенке вызываем remove и удаляется все это под дерево. И это в принципе все, что нам достаточно знать про фигму и фигма API, чтобы начать имплементить свой рендерер. И давайте поставим с вами конкретную задачу. Мы с вами рисуем React в фигму и поддерживаем следующие хост компоненты. Это frame, который мы сейчас видели, rectangle и текст. И для них мы поддерживаем атрибуты в виде позиций на экране. Это x, y, геометрии, width, heights и заливки, background, color. Так, сейчас нужно немножко времени. Я переключусь между проектами. Да. И пум. Я заготовил проект, который по структуре очень похож на то, что мы с вами уже сегодня видели. У меня есть три примера для каждой из групп методов. первоначальная отрисовка изменения пропсов и какое-то структурное изменение. Initial render example теперь выглядит иначе. Это frame, в который вложен прямоугольник и текст. И мы видим, что мы все еще находимся в реакте, но наши дивы куда-то пропали. Теперь мы работаем с новыми хост компонентами frame, текст и rectangle. и я копернул тот рендерер, который мы писали с вами для дома, чтобы показать, как быстро можно заадаптивить один рендер в другой. Мы сейчас закомментим все, что не связано с первоначальной отрисовкой и будем делать это постепенно. Начнем переписывать наш хост с метода shoot set text content. Этот метод говорил нам о том, как работать с вложенным текстом, и мы будем поддерживать текст только на хост компоненте текст. Если хост компонент имеет тип текст, значит, что все, что в него вложено, будет рассматриваться как текст. Create instance, который сопоставляет наш хост компонент с реальным компонентом, будет выглядеть теперь чуть иначе, поскольку в фигме нет такой удобной фабрики, в которую можно сразу засунуть тип элемента, то это будет выглядеть как-то так. Мы создаем ноду и ретернем ее, и нам придется по типу делать какой-то небольшой свитч, чтобы создавать. Например, если тип хост компонента в frame, то мы должны вызвать честно Figma create frame, если тип компонента это rectangle, мы должны вызвать метод create rectangle, а если это текст, мы должны вызвать метод create text. И если это вообще ничего из этого, то мы будем кидать ошибку, что такой компонент мы не поддерживаем. хост компонент теперь, когда мы создали все, нам нужно обработать пропсы. Мы вспоминаем, что для текста все содержимое мы должны обрабатывать на этапе создания, поскольку мы возвращаем true для shoot set text content и мы делаем следующее. Node characters это что-то типа node value для фигмы. Мы просто задаем содержимое детей, которые нам пришли. И дальше обрабатываем все ноды для каждой все пропсы для каждой из нод аналогично. Если у нас задано, то мы берем это из пропсов, иначе присваиваем дефолтное значение. Также с Y. Мы с вами договорились еще и поддерживать геометрию, поэтому мы берем width и props height node height и еще мы договорились с вами, что мы поддерживаем цвета, и для этого у нас был probe background color. Мы помним, что заливки хранились достаточно хитро, поэтому я написал helper, который нам сейчас облегчит жизнь и сделает этот массив за нас, присвоит все. Когда мы создали ноду, нам нужно композировать их в деревья. Но прежде, чем мы будем это делать, мы видим, что у нас остался метод для создания текстовых листьев. Текстовых листьев у нас больше нет. Если текст оказался где-то кроме хост-компонента текст, то это ошибка. Здесь бы, конечно, хорошо показывать warning, но мы упростим себе жизнь. Поэтому просто удаляем его. сборка под дерево осуществляется также методами append child, то есть они остаются без изменений. Сейчас мы посмотрим, что это должно нарисоваться на экран. Да, мы видим, что наш компонент, наше приложение нарисовалось в точности так, как мы его описывали. У нас есть фрейм, в который вложен сначала ректангл, а потом текст. Если что, фигма показывает детей в обратном порядке, то есть это читается как первый ребенок ректангл, второй текст. Теперь перейдем к следующему примеру, это поддержка изменений пропсов. Он просто мигает по таймауту некоторыми цветами, и на этом собственно все. В нашем хост конфиге нам нужно раскомментить два метода, это prepare update, и commit update. Prepare update у нас остается без изменений, логика вычисления разницы пропсов остается такой же, то есть ее нет. И здесь мы внесем небольшое изменение в commit update. Во-первых, у нас больше не дом элемент, а нод, и мы будем поддерживаться новой терминологией, и мы просто будем обрабатывать только цвет, поэтому копируем это из предыдущего метода. Если у нас в нашем update при лоде задан background color, то есть новые пропсы содержат background color, мы на ноду должны задать его. смотрим, что это работает. Запускаю плагин, и видим, что прямоугольничек мигает цветами. И последний вид изменений, который мы сейчас с вами рассмотрим, это структурное изменение дерева. Там пример, который по таймеру вставляет и удаляет первый элемент rectangle. возьмем то, что у нас было. Append child остается без изменений, а вот insert before нам придется немножко подколдовать под особенности Figma.ip. Сначала нам нужно вычислить индекс, на место которого мы вставляем, а это значит, что мы берем parent instance и находим индекс of ребенка, с которым мы рядом должны вставиться, и делаем parent instance insert child, передав туда наш вычисленный индекс и ребенка. И вставки в контейнер мы делаем то же самое, поскольку контейнер в Figma также не отличается ничем от нашего. И когда мы удаляем узлы, мы просто делаем child.remove и здесь также child.remove собственно все. У нас еще остался закамеченным метод для обновления текстовых листьев, но у нас их как бы нет. И попробуем запуститься и увидеть, что да, rectangle то пропадает, то появляется из документа, значит, что он составляется и удаляется. Таким образом, мы с вами за минут 10, зная Figma API и то, как работает реконсилятор, научили React рисоваться в среду, о которой он, в принципе, и не знал. У нас это за него 170 строчек кода, половина из которых какие-то комментарии о том, как это все работает. Здесь сразу может возникнуть вопрос, зачем мы это делаем и можно ли вообще рисоваться из Figma в React, рендериться из Figma в React, а не наоборот. Я оставлю ссылки на пару инструментов, поскольку обсуждение этого выходит немножко за рамки доклада. Первый из них это Figma to Code. Он позволяет конвертить Figma дизайн в Flutter, Tailwind и SwiftUI. Второй инструмент, который я бы посоветовал посмотреть, это Overlay. Он генерит по Figma и Sketch компоненты в React и View. И на прошлой холле был доклад Figma to React, доставка дизайна в код. Там ребята рассказывали как раз о том, как они рисовались, как они делали компоненты по Figma дизайну. Но стоит сразу оговориться, что на первый взгляд нет особо хороших технологий и алгоритмов, которые позволяли бы действительно заниматься кодогенерацией, особенно когда вам нужно не просто единожды нарисовать все, а внести какие-то изменения в то, что уже есть. И поэтому здесь стоит задаться вопросом, а можно ли делать это универсально? То есть написать какую-то мультиплатформенную дизайн-систему, которая будет рендериться сразу и в макеты, и в React, и React Native и прочее. И об этом завтра расскажет Илья Лесик, с которым мы делали и делаем React Figma. Так что подрубайтесь, если вы хотите узнать, как же сделать мультиплатформенную дизайн-систему, то завтра вас ждет интересный доклад. А мы с вами можем подвести некоторые итоги. Такая архитектура позволяет нам делать абсолютно крутые штуки и при этом рисоваться в те среды, где вообще нет Джаваскрипта. Банальный пример это React Native. Он рисуется в нативной UI, который где-то там выполняется фоном Джаваскрипт-движок. Для меня это очень круто. Также есть, например, рендерер инк, который позволяет рендериться в системную консоль. То есть, это не какое-то окошко, которое выглядит как консоль, а это реальная консоль, которая управляется React. Есть более безумные вещи, например, React Hardware. Если бы мне пару лет назад, когда я начинал заниматься фронтендом, кто-то рассказал о том, что существует React Hardware, который позволяет мерцать лампочками на Ардуино. На самом деле, он позволяет управлять портами на любой железке через специальный интерфейс, то у меня бы вообще волосы дыбом на голове встали, потому что, ну, где JavaScript, и где управление железом. И это реально круто. Также мы упоминали уже с вами сегодня React Figma. И есть, например, React PDF, который позволяет генерировать PDF-файлы при помощи React. Делает это причем достаточно неплохо. Рендеров вообще огромное количество, и в материалах будет ссылка, которая называется React Renderer's Awesome List. Вы можете перейти и посмотреть, куда еще умеет рендериться React, например, в VR или на телевизор. И хотелось бы подвести какие-то плюсы и минусы того, зачем использовать реконсилятор, зачем вообще писать свой рендерер. Если вы используете реконсилятор для React Reconciler для своего отрисовщика, у вас всегда последние фишки React. Сейчас этот плюс, он достаточно искусственный, потому что у вас нет другого выбора, кроме как взять React Reconciler и сделать хост конфиг. Но раньше, насколько я знаю, люди писали свои реконсиляторы, чтобы сделать свой отрисовщик. Но для нас сейчас это значит, поскольку React Reconciler поддерживается официальной командой React, является частью React, то если завтра ребята из React принесут какие-то новые фишки типа хуков, то вам достаточно просто обновить пакет, и ваш рендерер это поддерживает. React Reconciler позволяет нам определить только средозависимую часть. Это значит, что мы пишем минимальное количество кода и паримся только о том, как нам работать с нашей средой, а всю остальную работу берет на себя React. Кроме того, приятной плюшкой для вашего рендера будет то, что вы можете прикрутить поддержку React DevTools. Нам в React Figma удалось это сделать. Если среда поддерживает тем или иным образом веб-сокеты, то вы можете интегрироваться с нативным приложением. И также вы можете для своего рендера заимплементить хот-релодинг при помощи пакета React Refresh, который также лежит в монорепе React. Но писать свои рендеры может казаться, что и не всем нужно, и не такая уж и каждодневная повседневная задача, и зачем это делать. Для меня основным плюсом и задачей зачем это делать это то, что нам это даст лучшее понимание того, как работает React. Это значит, что мы сможем писать в повседневной жизни наше приложение и код более эффективно. Ну и плюс это достаточно весело, когда вы еще сможете таким заниматься. Есть в этом и свои минусы. Первый минус это мало документации и это уже практически не минус начиная с предыдущей недели, поскольку ребята из React сделали реально клевую документацию про то, как писать свои рендеры, но это одновременный плюс, потому что отсутствие документации как таковой толкает вас на то, чтобы читать исходные коды, в том числе React, ReactDome, React, React Native и прочих рендеров. То есть вы снова углубляетесь в тот инструмент, с которым вы работаете каждый день. Есть минус в том, что разработчики React в открытую говорят, что реконсайлер стоит использовать на свой риск. То есть они обещают стараться придерживаться обратной совместимости, но никто вам ее не гарантирует, поскольку это все еще какая-то внутренняя вещь React. и иногда интегрироваться с host environment достаточно сложно. Сегодня у нас все было просто и, казалось бы, никаких проблем с этим нет, но даже с той же фигмой там есть проблемы, которые мы аккуратненько просто обошли. И если вам понравилось или заинтересовало и вы хотите дальше углубиться в эту тему, то что я советую? Я советую перейти по QR-коду и полистать еще раз слайды, может быть, пересмотреть этот доклад, пощупать все примеры исходного кода, которые мы сегодня писали с комментариями и закончены самим, запустить их, посмотреть какие-то доп.материалы и ссылки, которые я оставил там же на GitHub, и можно задать сейчас свой вопрос. Так, Ярослав, большое спасибо за очень крутой доклад и детализированный. Пока Ярослав переводит дух, я напоминаю, что под трансляцией есть ссылка на чатик, и там можно задать свой вопрос. Собственно, тут у нас есть уже парочка вопросов, я предлагаю начать с них. Давай. Что вообще будет, если какой-то метод из тех, которые ты описывал, не реализовать, например, insert before? Все будет крашиться или что-то еще другое будет? Да, смотри, это зависит от того метода, который вы забудете реализовать. То есть есть обязательные методы, например, тот же самый create instance, который без него никак. реконсилятор просто упадет с ошибкой в консоль о том, что метод не заимплеменчен и все. Есть некоторые методы, которые, если React не может их найти в хост конфиге, он пытается фоллбетчиться до тех, которые уже у вас заимплеменчены. это бывает, например, с какой-то, по-моему, я такой ловил с вставкой или с обновлением, если у него не получается сделать обновление элемента, то он пытается вызвать метод, чтобы его удалить, а потом вставить новый. То есть он достаточно гибко пытается переключаться, но все-таки лучше имплементить те методы, которые нужны. Хорошо. Реконсиляция апдейтов, вот это проходы по дереву, посмотра того, что мне нам нужно изменить, всегда идет с рута или с того компонента, где был вызван setState или пришли новые пропсы? Смотри, сейчас давай вернусь на слайд. Так, вот и здесь. Так, ему сначала нужно будет в любом случае дойти ниже по дереву до компонента, в котором произошли изменения, поскольку нам нужен контекст, который вычисляется при проходе снизу вверх. И после этого, да, он будет работать только с тем под деревом, в котором изменился state. Окей, хорошо. И еще один вопрос. А в планах у React есть какие-то планы вынести реконсиляцию веб-воркер или это не имеет смысла никакого? Слушай, я видел такие эксперименты, я не знаю, насколько это занималась команда React. По-моему, даже у меня в материалах как раз-таки была ссылка на статью, где кто-то пытался делать это с веб-воркером, но, честно, я не знаю, насколько это будет эффективнее. Возможно, в какой-то момент да. Окей, надо посмотреть. Смотри, еще один такой момент. Известная проблема с React или другими популярными вью-фреймворками, то, что приходит человек на сайт, нажимает там Google Translate перевести сайт и потом все вылетает ошибки уровня Remove Child не может быть вызван на отсутствующем элементе. Как правило, это происходит, потому что всякие переводчики начинают свои теги фигачить. Можно ли как-то реконсилятор, который базовый, который React тима предоставляет пропатчить, чтобы не писать какие-то обходные workflow? Честно, не могу даже ответить на этот вопрос, потому что я просто не сталкивался с этим при разработке вот всех этих рендеров, с которыми я игрался. Хорошо. Еще один вопрос от ребят. Хотелось бы рендерить существующие компоненты Figma. Ну, то есть, есть какие-то деваки, кнопки, ссылки и так далее, чтобы дизайнеры могли использовать их без какой-либо боли и переписывания кода? Есть ли какие-то инструменты, которые это помогают реализовывать? Да, вот на самом деле Илья завтра как раз-таки будет рассказывать, как это делать, но если вкратце, то нам нужен будет вебпак алиасинг, чтобы подсовывать разные рендеры, но там проблема в том, что девы и прочее все равно желательно абстрагировать компоненты, типа, которыми оперирует React Native из рода Vue, текст и прочее, и для них уже делать стайлшиты, то есть, тот вариант, который есть сейчас, взять просто код React дома и отрисовать в Figma, на данный момент этого нет. Ну, то есть, нам, получается, нужно создать какую-то прослойку между сущностями HTML-кода и сущностями Figma, которая будет унифицирована, а она уже внутри себя разруливает, во что это превращать? Да, все правильно. А не будет ли таких проблем, что нужно будет еще какие-то пропсы дополнительные описывать для Figma специфические, какие-то пропсы только для HTML-кода специфические? Да, такая проблема действительно может быть, но часть из этого возьмет на себя рендерер, который как раз таки... То есть, здесь вопрос в том, что рендерер тоже должен поддерживать какой-то там универсальный API для этого. Мы в React Figma выбрали для этого совместимость с API React Native, с React Native, и там бывают какие-то платформозависимые вещи, которые приходится прям, типа, зависимость от платформы пробрасывать. А такое приходится разруливать на уровне рендера, или если ты хочешь поддерживать какой-то слой middleware внутри своего кода? Внутри своего кода тоже такое бывает, да. Окей, спасибо. У меня есть еще один вопросик, позволишь, Никит? Давай. Пока у вас время осталось. Смотри, а как дела обстоят, если мы там используем styled components, либо SAS, либо SCSS? Это на самом деле никак, потому что тебе, опять же, это все зависит от того, как твой рендерер выбирает работу со стилями. Ты можешь выбрать какой-то единый IP, например, у React Native есть stylesheet, и если ты умеешь работать со stylesheet, тогда можно это поддерживать. Ну, то есть из коробки взять styled components не получится, придется все-таки что-то дорабатывать, что-то делать, чтобы это поддерживал, я так понимаю, реконсайлер. Скорее рендерер. Ну, рендерер, да. Ясно. Ну, что ж, ребят, к сожалению, наше время подходит к концу. Никита, Ярослав, большое спасибо вам за отличный доклад. Сейчас вы переместитесь в дискуссионную зону, ребят, кто нас смотрит, подключайтесь в дискуссионную зону, там вы сможете хорошо уже помочь Ярославу и Никиту своими вопросами, я думаю, это будет интересно. Желаю вам удачи в дискуссионной зоне, а мы будем продолжать. Большое спасибо, ребят, пока. Всем спасибо. Пока. 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 Пока.